Всем привет, мои дорогие! Сегодняшнее видео по частым, очень частым запросам Это room tour Я расскажу сегодня о том, как вчетвером мы живем в однокомнатной квартире площадью 33 квадратных метра И расскажу вам, как у нас функционально все устроено И почему мы предпочитаем жить в одной комнате, но в нашем ремонте Чем переехать, например, в двухкомнатную квартиру, но в бабушкин вариант Если вам интересно, оставайтесь со мной Итак, начнем с коридора Здесь я, наверное, ни разу не снимала, но может быть только раз В общем-то, у нас вот такая малюсенькая прихожая Здесь можно повесить куртки Внизу можно поставить обувь В ящике хранятся все необходимое для того, чтобы обувь держать в порядке Здесь ящик для шапок, варежек и шарфов И немножко для адашной обуви В которой мы можем, например, съездить в торговый центр или куда-то еще И с другой стороны зеркало И вот такая картина Видите, это бык на Уолл-стрит Моя бывшая работа, можно так сказать Связанная с фондовым рынком Вот такие отголоски при входе я всегда вспоминаю Вот, ну и у нас тут, видите, стоят коробки Со всякими, пока что ненужными вещами Я все планирую вот сюда приделать какой-то крючок, например Чтобы была возможность повесить рюкзак или что-то еще Пока что руки никак не доходят Дальше у нас шкаф с верхней одеждой Ну и тоже тут хранится, например, чемодан для наших путешествий Внизу хранится обувь И здесь вот хранятся детские вещи на выход Теплые, прохладные С которыми мы уже выходим То есть, например, викинг комбинезон хранится здесь Вот и все Коридор у нас маленький Конечно, его не хватает И вот если прям я поставлю камеру к двери Человек видит примерно вот это Оказавшись у нас в квартире Вот эту маску мы привезли с Филиппин Мы любим всякие маски привозить Вот у нас еще есть несколько Потом по квартире, когда пойду, увидите У вас смотрите еще одна маска Это Баронг Мы привезли его с Бали Из свадебного путешествия Он отгоняет злых духов в их культуре Вот таким вот своим страшным видом Поэтому у нас он тоже отгоняет всякую нечисть И вот у нас в спальне еще одна маска Ее мы тоже привезли с Филиппин Ну, нравится нам маски Следующая это ванная Тоже я обычно ее не часто снимаю Везде включилась свет, чтобы было красиво Ну, вот самое, что я не люблю в нашей ванной Это вот эта вот вешалка с сушащимся бельем Потому что, ну, во-первых, неудобно принимать душ А во-вторых, буквально вчера я отсюда упала Ударилась вот об это место бедром Хорошо, что я не долетела до низа Хорошо, что Вика не ползала В общем-то, не очень удобно Вот, ну что Ванная небольшая тоже, но все очень удобно сконцентрировано Сразу скажу дизайном квартиры полностью Всем занимался мой муж Я только говорила, нравится, не нравится По-моему, получилось классно То есть, все у нас очень функционально Все влезает Вот, смотрите, тут, значит, корзина с грязным бельем Это Дашина подставка, которая кочует по всей квартире У нас, вот здесь у нас спрятаны внизу весы Ну, все стандартное, что есть в ванной Мы не стали делать много полочек Вот у нас, с одной стороны, настоящие полочки, которые прикручены И у меня тут минимализм, как вы видите Средств не так много И с другой стороны у нас полочки на присосках детскими игрушками Временные, ну и там вот шампуни То есть, в принципе, ничего там Огромных залежей, всякой бытовой химии у меня нет И тоже полочка наверху Видите, тут хранятся чистые полотенца Туалетная бумага и маленькие полотенца детские Вот, это я Даша мне нарисовала Пожалуй, все, идем дальше И так еще немного из ошибок, которые сделали в нашей квартире Это свет с этой стороны Который включает свет в ванной Ну, как вы понимаете, дверь открыта И включить его невозможно Соответственно, и выключить тоже Хорошо, что мы предусмотрели здесь вот такую вот кнопочку Которая включает маленький свет И это я в основном и пользуюсь Но, если вы делаете сами свет То 300 раз подумайте Мы с ним накосячили больше всего Еще в ванной у нас вот интересное, мне кажется Такое решение Это крючок для детского горшка Сейчас пока Даша уже не пользуется крышком Для Вики я все оставила как есть Вот, очень удобно И, в принципе, наверное, вот здесь еще место для чего-то Но пока что ничего такого не появилось Еще из косяков со светом Это у нас вот что И не можем мы сюда повесить никакой плафон Потому что вот что Лампочка задевается дверью Если здесь будет плафон Даже который будет под потолок То все равно он будет цепляться А дальше с моей кухней вы уже хорошо знакомы И про кухню я снимала отдельное видео В котором я рассказываю ее устройство Я оставлю ссылку под этим видео и в подсказках Поэтому, если вам интересно, смотрите Что хочется про нее в двух словах сказать Это Икея Мы приехали в Икею Сели за компьютер С менеджером составили все, что требовалось Ну и, соответственно, вот таким образом появился дизайн макет Дизайн проект Мы хотели сделать ее до верха Но к моменту, когда нам уже натянули потолок И мы поняли, что к нему не прикрепиться Короче, кухни у нас не было Поэтому мы поняли, что мечта наша не сбудется И будем реализовать это в следующей квартире Самые популярные по ней вопросы Как белая кухня? Нормально Я ее периодически мою Может быть раз в полгода При том, что у меня двое детей Они постоянно все обляпывают Вот, но я не скажу, что с этим какая-то проблема По качеству У нас нету всяких разных сложных доводчиков И вот этих, знаете, внутрь закрывающихся полочек У нас просто обычные дверцы С простыми обычными ручками Это функционально просто И ничего не ломается Краска не облезает Я кухни нашли довольна Вот здесь есть подсветка Которую мы сделали абсолютно самостоятельно Как вы видите, у нас тут и рабочее место для компьютера Но вообще-то это, конечно, не очень удобно Я сижу ногами к стиральной машинке И... Нет, лучше так не делать Вот, конечно, мойка С немного грязной посудой Тоже из Икея Очень хороший смеситель Который тьфу-тьфу-тьфу нас ни разу не подводил Вообще ничего плохого про него сказать не могу Ну, собственно, вот и все Если вам интересно задавать еще какие-то вопросы Я отвечу ниже в комментариях Я уже рассказывала вам про наш технический шкаф В котором спрятано все, что только можно Но сейчас его состав снова поменялся Мы стараемся расслаблять квартиру Вот это моя полочка Здесь у меня всякое для съемки видео Блокнотики, какие-то книжки Там что-то еще Это Дашина полочка Причем я стараюсь, чтобы она здесь Вот эти вещи сама не доставала Не могла достать Осознанно убрану наверх Также песок, которым она играет Ну и микроволновка Тут у меня снизу стоят шампуни Там то, что я сейчас беру редко Теперь, конечно же, гвоздь сегодняшней программы Это наша двухъярусная кроватка Которую мы поставили буквально недавно Вот я включила подсветку, конечно Ночью-то смотрится просто потрясающе Когда темно, когда вечер У нас, видите, там горят огоньки Нижний ярус для Вики Вот у нее тут есть калитка Верхний ярус для Даши Калитка тоже Все сверху закрывается на обычную щеколду Очень функционально И, конечно, мило Выдерживает много Я даже сплю на первом этаже с Викой И на второй этаж у нас залазил даже папа Поэтому для детей, конечно, это райское место Вот такой теперь потрясающий у меня задний план дома Для всех, кто спрашивал, сколько это стоит И где мы это взяли Эта компания называется Wood Deport Я оставлю ссылку на нее также в описании И кому интересно, вы сможете пройти И спроектировать свой собственный домик Потому что проект может быть абсолютно разным Есть несколько вариантов В общем, смысл в том, что мы можем похвастаться Дизайнерским домиком, которого нет ни у кого Ну, если, конечно, вдруг идеи у кого-то не совпали Абсолютно точно с нашими Можно было заказать какой угодно Что он? Значит, размерами он 160 на 70 Выполнен из натурального дерева Покрашен экологичными красками По сравнению с кейскими кроватками Или, например, с кроваткой гонделян Которая раньше была у Даши Это просто небо и земля Это арт-объект целый Ну, тут реально приятно находиться Возвращаешься в детство Правильная иллюминация Правильный текстиль И там просто рай Это удовольствие нам стоило 45 тысяч без матраса Я, в принципе, смотрела, сколько стоят двухъярусные кровати И, вы знаете, что-то такое хорошее Куда не страшно поместить наверх 4-летнего ребенка В принципе, примерно так и стоит Но выглядит кардинально по-другому И тот шквал комплиментов, который мы получили в Инстаграме Тоже говорит сам за себя Домик очень-очень красивый Вы сможете потом спокойно пригласить гостей И похвастаться И дети там будут играть И Даша у нас проводит сейчас кучу времени Спит она там с тех пор, как он появился В общем-то, замечательно Почему мы вообще решили ставить двухъярусную кровать? Потому что вот это как раз и было решением для однокомнатной квартиры Никакие другие варианты не подходили Мы думали, может быть, поставить на это место Откидную взрослую кровать двуспальную И сделать за стенкой детскую Но это будет сопряжено с определенным ремонтом Все равно полной изоляции мы не получим Либо возводить до конца перегородку и делать двери Тогда у детей получится комната без окон, без двери Чего не очень хочется Ну, либо просто заниматься перестановкой мебели Мы решили, что двухъярусная кровать такого плана Это лучший вариант И я сейчас абсолютно ни капельки об этом не жалею Дети маленькие, они должны быть на виду Их я бы в любом случае не оставляла в отдельной комнате Поэтому вот к вопросу о переезде Я обещала сказать, почему все-таки мы не переезжаем в двушку Потому что сейчас для того, чтобы снять нам какой-нибудь бабушкин вариант Нужно заплатить много денег Мы приедем в квартиру со старыми обоями, запахами и всем прочим И окажемся явно в более худших условиях, чем есть сейчас Поэтому нам проще вложиться сейчас в это И готовиться к переезду уже более серьезно Когда у нас будет возможность купить собственную двухкомнатную, может быть, трехкомнатную квартиру Поэтому сейчас пока что дела будут обстоять так Установили нам кровать за полтора часа Пришли два приятных мужчины И сделали это просто прям супер профессионально Вжик-вжик закручили болтики и все готово Сейчас Вика спит прямо там Вот видите лесенка, по которой можно зайти Ну, в общем, я поближе потом покажу Вот эта часть у нас еще немного не наделана Я обязательно что-то придумаю Наверное, это будут какие-то декоративные шторки Для того, чтобы свет ночью из окошка не светил И чтобы ему не видно было всю эту красоту И вот Дашина часть Мила-мила-мила Вот вы видите, есть лесенка для того, чтобы залезать на второй этаж Ее можно поднять Просто взять, как бы она не прикреплена Она здесь такая вот Г-образная у нее зацепка Единственное, видно, не видно Короче, она просто поднимается И ее можно повесить вот с этой стороны Вот сюда вот Вот сюда вот, в принципе, если она не нужна Когда даже, наверное, сможет залезать сама сюда без лесенки Наверное, так и сделаем Субтитры сделал DimaTorzok Идем дальше Дашин шкаф, который стоял около зеркала вот на этом вот месте Как вы видите, кроватка его сместила И мы его переставили вот сюда, около комода и телевизора И тоже он очень хорошо вписался В принципе, мне кажется, даже особо ничего не изменилось Выглядит все по-прежнему, мне кажется, достаточно органично Все это удобно И теперь идем в спальню Обычно я вам, конечно же, не показывала что-то Вот она, наша двуспальная кровать Метр шестьдесят она на два метра С этой стороны мой шкаф И видите, тут лампочка И с другой стороны тоже лампочка мужа для чтения И его шкаф Читать, конечно, нам сейчас удается не очень много Но, тем не менее, мы предусмотрели этот вариант Потому что всему свое время и скоро мы вернемся Итак, спальня Вообще, почему у нас есть именно она А не просто, например, раскладной диван Потому что это моя мечта, задача Не знаю, вы называйте, как хотите Я люблю спать в комфорте и высыпаться И для меня это очень важно Поэтому, когда мы сюда переезжали Я наставила на том, чтобы у нас была именно двуспальная кровать Я ни на секунду не пожалела Хоть она и занимает много места Потому что это для меня реально необходимо Вот, смотрите, у нас рециркулятор Который я недавно показывала Видео мы вот так вот очень удачно пристроили, по-моему Ну, здесь мои вещи Косметика, увлажнитель Косметика Там книжки В основном это селф-мэйд Чуть-чуть дашных Вот эти большие Вот стена, которую я сделала не так давно тоже Горжусь Нашла время И мне кажется, получилось прям очень даже неплохо Вот еще одна полочка Тоже тут всякая мелочь Вот это место Я все время думаю, чем бы заполнить И так у меня и не пришли идеи Я думала, может быть, какой-нибудь в стиле поп-арт Наш портрет на четыре цвета разложить И будет прикольно Но вот пока что так руки Периодически у нас вот так вот стоят какие-нибудь вещи Типа вот елки, которая сейчас здесь Она встанет вот сюда в угол вместо игрушек Игрушки, наверное, поедут на подоконник Постоянно у нас какие-то вещи стоят в квартире Потому что нет балкона И некуда их деть, нигде оставить Или это багажник машины Или это вот какие-то углы Поэтому елку мы нарядим скоро Потому что обычно она у нас хранится у родителей мужа И вот была возможность ее привезти Поэтому она у нас уже В принципе, ничего страшного Это не рано Но вот так Еще у нас интересный такой момент Вот видите, изголовье мы делали сами Точнее, муж делал сам Ему помогал мой брат Сзади него проложена такая лента Не знаю, будет видно или нет Сейчас попробуем Вот видите, тут проложена небольшая ленточка Это подсветка Она меняет цвет Становится там розовый, красный, зеленый Можно настроить такую светомузыку Неоновая подсветка Выглядит прикольно Сейчас не буду включать Потому что потеряла пульт И не могу его найти для съемок Вот такая красота Что еще? Здесь вот под моим шкафом Хранится робот-пылесос Без которого я не представляю своей жизни Каждый день он выезжает Когда мы переезжали в эту квартиру То мы знали Он у нас уже был И мы старались продумать все так Чтобы он мог везде заезжать Поэтому у меня под кроватью он проходит Под детской кроватью В общем везде Под шкафами, под комодом Мы везде предусматривали ножки на высоту пылесоса Или полностью закрывали Проводов у нас нет Мы их все осознанно убрали Чтобы как раз таки они не мешались пылесосу Поэтому его и не видно Ну и вот Ну и вот Ну и вот